Скопление в период пандемии большого количества людей, участвовавших в митингах, сохранение в обществе состояния хаоса, могли повлечь за собой большие человеческие жертвы и так далее. 22 октября мы находились в состоянии хаоса, были митинги. Продолжается ситуация с пандемией, когда нежелательно, никакое скопление людей. А после событий 5-6 октября, вы понимаете, что ситуация была настолько накаленной, что в любой момент могли опять возникнуть нитинги. 22 октября? Да. 22 октября тоже был хаос, тоже был митинг? Ситуация была нескаконной. А когда были считаны члены выбора президента? Какого октября? Выбора президента? Какого я могу сказать? Я точно не понимаю. Ну, буквально через 4 дня. То есть, когда только этот закон приняли, все, за 4 дня все стабилизировалось, и можно было назначать референдум и проводить выборы. Это никаких последствий это не ведет. Почему именно парламентские выборы могут привести к какому-то хаосу, к росту пандемии, а президентские выборы и референдумы привести не могут? Парламентские выборы, они не могут привести к хаосу. Тут еще указывалось в справке об основании о том, что у нас сейчас дефицит в бюджете, чтобы проводить повторный выбор. И потом, выборы объявлены, в законе указывают, что до 1 июня 2021 года. Это не означает, что это будет в последний день мая. Это может быть и раньше не назначенный выбор. То есть дефицит в бюджете, Вы считаете, это очень веслый довод для того, чтобы отложить выборы на неопределенный срок, да? А что тогда делать с президентским выбором? Тут определенный срок идет, а не неопределенный. То есть президентские выборы и референдум? Референдум еще не проведен. Дефицит бюджета с этим никак не связан? Референдум проводится в связи с тем, что это отвечает требованиям народа. Каким требованиям? О том, что у нас узурпировано. Где это написано? Вы измеряли требованиям? Мы не измеряли требованиям, мы же все знаем, мы все видели, с какими требованиями выступали на площади Волотом. Я там была на этой площади, я знаю требованиям народа. Я одна из тех, кто активно участвовал. И они требовали бы вести кризисционную реформу, потому что они хотели... Вы там были? Я не была. Вы там были? Вот я вам говорю, как человек, кто-то там был, да? Ледняка. Лесна, лесонка. Знаешь, сколько бы? 11 апреля провести в ВОД. Никто не требовал. Конституционную реформу, смену шагу. Уважаемая Плара, что-то какая-то беседа у вас пошла. Короче, и чуть-чуть формулируете вопросы. А вы, уважаемые представители Юлок-Тюрмиша, вы короче отвечаете на вопросы. Пожалуйста. 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 Пожалуйста.